Поклонение 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 себя как-то отразить, выразить, чтобы Дух Божий мог послужить людям. И такое бывает. Молитесь обо мне, чтобы не случилось последнего, чтобы Господь мог употребить меня в этом случае, послужить вам и вашим сердцам. Это очень приятно и прекрасно, что мы сегодня можем продолжить наше рассуждение на тему Церкви. И очень приятно, что Церковь – это не сооружение, не здание, не динаминация, не адрес, по которому собираются какие-то странные люди. Церковь – это мы. Это не конференции, это не всплеск эмоций определенных, не выброс какой-то, знаете, там. Это не просто талантливые люди на сцене, которые держат внимание аудитории все на одном дыхании, впечатлены кто голосом, кто ораторским искусством, кто какими-то там другими талантами, трюками. Нет и еще раз нет. Церковь – это самые обыкновенные люди, в жизни которых случилась встреча с Иисусом Христом. И благодаря этой встрече сущность, природа, естество этих людей изменилось. И эти люди стали жить с учетом того, что есть Всевышний Бог, что не мы, Боги, вокруг которых крутится вселенная. Так все рождаются, так рождается ребенок, все вокруг крутится этого младенца. Но чем больше он взрослеет, чем больше у него хватает ума понять, что мир не вокруг меня кружится, что есть Бог, что есть святыни определенные, что есть родители, что дети рождаются. И я начинаю жить с учетом того, что есть другие люди, есть определенные обстоятельства. Многое очень в жизни меняется. А когда появляется страстная любовь к Богу и понимание, что Он сделал для нас, и понимание, почему Он дал нам жизнь, и что это Ему стоило, ты начинаешь жить и говорить, Господь, забери мое сердце, забери мое время для славы Твоей, для пользы людей, как Тебе угодно, как Ты посчитаешь нужным. Я очень, очень, очень всегда благодарен Богу, что в мои 14 лет, когда я попал в больницу в городе Кривой Рог, Бог заговорил с моим сердцем, я буду всегда благодарен Богу. Попали мы в Америку, изменились условия жизни, открылись большие возможности, но вот то, что произошло в моем сердце, оно осталось. Оно было очень глубоко. Плуг зашел очень глубоко в землю. Бог затронул глубокие пласты моего сознания, хотя мне было 14 лет. И вот эта жажда, вот это желание прожить жизнь с максимальной пользой, как бы это ни звучало сейчас там, не знаю, пафосно, банально, но да, я понимал, что в любом случае жизнь пройдет. И чем больше я живу сейчас, мне 45 вот будет, тем больше, я понимаю, жизнь действительно быстро проходит. Но вот эта мечта прожить жизнь с максимальной пользой, опять же, с учетом той меры благодати, которую дает Бог, потому что у каждого она своя. И я ни в коем случае не призываю равняться на других людей. Вообще это плохая привычка. Как бы равняться на других людей, это очень плохой опыт. Я считаю, у каждого своя дорога, у каждого свое призвание. И нужно как раз равняться на тот оригинальный замысел Бога о каждом из нас. Его надо отыскать, на это надо потратить время и силы, и вот на него равняться. Это крупная ошибка. И многие, мне кажется, или некоторые проповедники допускают эту ошибку. Они как бы сталкивают людей в противостоянии. И такое чувство, что мы на конкурсной основе все служим. Кто лучше, кто кого обошел, будь первым. Что значит будь первым? Среди кого быть первым? Я вот серьезно не понимаю этих вещей. Я понимаю, будь собой. Будь тем, кем ты создан во Христе. Будь тем, кем ты создан. Не надо никого копировать. Это унизительно. Это Голливуд задал такую моду, дурную моду, постоянно равняться на каких-то звезд, менять образ свой, включая физический образ, куча пластических операций. Вот это все зачем? Мы не клоны. Мы не должны никого потерять. Мы оригиналы, которых сотворил Господь. Мы все прекрасны только тогда, когда мы находимся в том образе, в том месте, в той роли, которая нам определена Богом. Там человек расцветает. Там он не надувается. Там он легко живет. Там он тот, кто он есть. Ему не надо жить по двум паспортам. Ему не надо приходить в церковь. Здесь как бы один образ дома, другой, на работе третий, а в ванной комнате четвертой, когда он один остается собой. Зачем? Зачем? Лучше быть собой и предстоять перед Богом, и быть искренним. Я открыл словарь и прочитал. Что такое искренность? Искренность это оказывается максимальная точность между твоим внутренним состоянием и выражением этого состояния. И поскольку это состояние меняется, ему свойственно меняться. Иногда ты радостен. Библия говорит, так пой псалмы, если радостен. А иногда ты печален. Тогда плачь, если ты печален. И не надо под общую партитуру. Не надо. Не надо, чтобы нами кто-то управлял. Нам не нужны эти кукловоды. Мы уже наелись этого всего. Вот быть собой. Поет сердце – пой. Плачет сердце – плачь. И не надо ни под кого подстраиваться. В этом прелесть нашей жизни, в этом зрелость нашей жизни. Если, конечно, это в Господе. Если это в Господе. Если это перед лицом Божьим. Я лично этому учился в жизни. Оказывается, этому надо учиться, ходить перед лицом Божьим. Вот меня впечатлила эта фраза, которая часто повторяется в Библии, что жив Господь, перед лицом которого я стою. Она повторяется в Библии периодически. Отдельные мужи, отдельные люди вот пришли к такому осознанию, скажем, Илья. Он стоит перед Ахавом, абсолютно нечестивым царем. Царем, который его три с половиной года искал. По другим даже городам, не городам, странам по другим искал. Потому что Илья закрыл небо. Три с половиной года нет дождя. Все высохло, скот вымирает. Все его ищут. И вдруг Ахав его встречает. И вот ты, который смутил Израиля. Вот ты, который загубил нашу экономику. Илья на него смотрит и говорит, жив Господь, перед лицом которого я стою. Вот ты, что есть, что тебя нет. Ты для меня пустое место. Другими словами. Ты, ты, Ахав, да, ты. Ты для меня нечестивый человек. Вот я тебя не вижу вообще. Я тебя не признаю и не праздную. А вот я стою перед лицом Господа. Я хожу перед лицом Господа. И вот эта способность жить или ходить перед лицом Господа всегда. Это славно. Это очень славно. Это очень приятно. И мы должны этому учиться. Сейчас я хочу перейти к нашей теме. и все-таки поговорить о той самой максимальной пользе, максимальном развитии человека. У каждого из нас, наверное, свое какое-то представление о развитии. В богатых семьях родители как-то вот пытаются в детях воплотить свою мечту, выбирают им профессию. Кто-то в каких-то странах вообще и невесту выбирает для сына и так далее. Я думаю, что все опять должно вернуться к замыслу Божьему. Его надо отыскать, понимаете? Вот сразу человек ищет Бога. Как сказал апостол Павел в Ариапаге грекам, он сказал, что Бог назначил времена и пределы всем людям, чтобы они искали Бога. Вот это вот изначальная точка. Приходит человек. И так или иначе он упирается в этот важнейший вопрос. А вообще, а в чем смысл? А в чем смысл просто есть, спать, просто зарабатывать деньги? А в чем вообще смысл? Как мы грубо выражаемся, а в чем прикол? Ради чего я живу? И этот вопрос, он действительно мучительно встает в людях. Потом происходит встреча с Богом. И, о чудо, многие вещи развязываются. Многие вещи становятся понятными. Вот оно, что оказывается, что есть Создатель, что я не случайен, что если есть смысл в этом микрофоне, кто-то над ним думал, и каждая деталь в нем не без смысла, а все абсолютно имеет значение и смысл. И, конечно же, инженер, сотворивший его, создавший, может объяснить все. То тем более человек имеет смысл. Тем более человек с его интеллектом имеет какое-то предназначение. Если это имеет предназначение, то неужели человек не имеет предназначения? И вдруг ты чувствуешь себя нужным, важным, ценным, тем самым незаменимым вот этим болтиком или вот этой частью какой-то общего механизма, и ты понимаешь, что ты нужен. И потом начинается, как мне думается, второй виток поиска. Уже в Боге человек начинает искать себя. Если вначале он искал Бога, интуитивно, сознательно, бессознательно, но искал. И потом произошла эта встреча. И, как я сказал, многие вещи стали понятными. Но теперь вот начинается поиск себя в Боге. Оказывается, это не одно и то же. Оказывается, что многие люди, встретившись с Богом, еще не встретились всерьез с собой. Оказывается, поиск продолжается. И точно так, как в миру многие люди страдают, прямо скажем, подавленностью и унынием, и депрессией из-за того, что они не знают Бога, так точно в церкви и христианстве некоторые люди страдают унынием и подавленностью, потому что они не знают себя. Они не знают, зачем я, куда я. И, оказывается, этот поиск очень важен. И он должен быть молитвенным, и он должен быть осознанным, и он должен быть систематичным, и он должен быть очень настойчивым, этот поиск. Потому что себя можно применить по-разному. Мое время, мое образование, мои финансы, мой авторитет, мое положение в обществе – это все мощные ресурсы. Их можно пустить по-разному. Они могут принести пользу, они могут принести вред. И мой интерес, если я уж живу с учетом Бога и воли Божьей, мой интерес, наверное, моя ответственность – отдать себя в самые надежные руки, чтобы он меня действительно поместил в нужное место, то есть в мое место. Что значит нужное? В мое место. Кто-то очень хорошо заметил, человек, который не на своем месте, он сразу делает две беды, или причиняет два вреда. Его нет на том месте, где он должен быть, и он занимает чье-то место здесь. И это серьезно. Я не знаю, кто как, а я вот буквально отношусь к этим истинам, о которых сейчас говорю. И я начинаю и начинал в раннем возрасте поиск своего места. Конечно, чувство такое, что ты в темной комнате, ты натыкаешься на предметы, ты падаешь, ты больно ранишь себя, ты боишься сделать очередной шаг, ты ничего не соображаешь в этой комнате, но ты продолжаешь искать, ты продолжаешь искать, ты продолжаешь привыкать к определенным вещам, ты продолжаешь молиться, Господь направь меня. И вот он начинает тебя направлять, как бы издалека, знаете, как Филиппу, он ничего сразу не объяснил, а он просто сказал, иди на полдень. Это очень такое растяжимое понятие, но все-таки уже направление, уже хоть какое-то направление. Есть запад, есть восток, вот иди на полдень. А, ну хорошо. Ты начинаешь идти вот где-то вот так, интуитивно, вот туда, где-то мне вот туда. И ты идешь, и по мере того, как ты идешь, это принципиально важно, что ты идешь, а не сидишь. И когда ты идешь, Господь начинает уточнять детали. Это из моего опыта. Когда ты идешь, Он начинает уточнять детали. И говорит, иди на дорогу, которая пуста. Это уже более конкретно. Значит, на пустую дорогу можно выйти этой улице, той улице, той, той. Ну, опять же, я иду, но уже ориентир более-менее понятен. Ты выходишь на дорогу, которая пуста. Ты все еще не знаешь, зачем это, во имя чего, вокруг чего. Потом пристань колеснице. Какой колеснице? Их много, много проезжих, много разных людей. Вон к той колеснице. И так далее, вы знаете, дальше не буду повторять. Пока человек не видит завершения всего процесса, и удивляется, но ведь этого могло не случиться, но ведь этого могло не произойти, ведь риск остается не услышать, струсить, полениться, засомневаться, ведь риск постоянно остается пойти не в том направлении, или вообще никуда не пойти. Поэтому хотелось бы поговорить вот о максимальной пользе нашей жизни, чтобы на закате наших дней действительно оглянувшись назад. Как сказал классик, мне было больно за бесцельно прожитые годы. Церковь – это люди, это общество, это собрание людей, у которых была встреча с Богом, которые любят Бога, которые заняты поиском Его воли, а Господь говорит, а я тоже ищу, я нашел себе мужа по сердцу своему. Что же ты нашел в этом муже, чем он особенен, и кто вообще он, и чем он отличается от других? Он исполнит мои хотения, и все, и все. То есть не потому, что он опытный, не потому, что он три высших образования имеет, не потому, что он самый сильный молитвенник, или левит, или поклонник, нет, не потому, а потому, что он исполнит все мои хотения. Значит, этот человек сознательно себя настроил интересоваться хотениями Всевышнего Бога. Да. Вот все, чем он занят, своей духовной жизни, он нацелил себя, настроил себя выполнять хотения, в меру того, как эти хотения ему понятны, но, по крайней мере, он так себя настроил. Пастух он сейчас, или завтра он будет царем, вот так он себя настроил. И это качество сопровождает Давида до конца его дней. До конца. Уже человек в зрелых летах, уже у человека все устроено, уже все 12 колен его признали царем, уже все как бы хорошо, и снова Давид плохо спит. И зовет к себе пророка и говорит, открываю тебе свое сердце, хочу Богу дом построить, лежит у меня на сердце. Видите, какие он слова, какие словообороты употребляет. Мы же часто это употребляем. И не надо сомневаться в способности Бога доносить свою волю до нас. Бог может донести свою волю до нас. У него тысячи путей донести свои хотения до нас. Вопрос в другом. Интересуемся ли мы его хотениями? Почему-то мы остаемся немножко странными. Нам почему-то кажется в своем большинстве, что только Бог должен интересоваться нашими желаниями и выполнять наши желания. И большинство наших молитв и нашей духовной практики сводится к тому, чтобы Богу излагать в деталях наши желания. И я однажды подумал, думаю, наверное, Бог очень одинок в этом плане, что очень мало людей садятся серьезно, смотрят ему в глаза и говорят, о чем ты вообще мечтаешь? Что у тебя в сердце? А ты вообще хочешь с кем-то по душам поговорить и рассказать, о чем ты мечтаешь? Наверное, таких людей немного. Поэтому Бог и сказал, а вот Давида нашел. Вот этот человек странный. Он интересуется моими хотениями. И Давид зовет пророка и говорит, вот есть у меня на сердце построить Богу дом. И пророк ему отвечает. Очень хорошая фраза вообще. Много объясняющая фраза. Пророк говорит, все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог. Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог. Да, иногда есть опасность сделать то, что у нас на сердце, под чем Бог не подписался. Эта опасность, я же уже сказал, она всегда существует. Потому что Авраам только зашел к Агаре и с первого раза Агарь забеременела. Сарой всю жизнь пробует, ничего не получается. Но вы знаете, что интересно? Галатам 3 глава. Павел пишет об этой всей ситуации с Агарью и с ее беременностью. Павел пишет, только вот проблемка. Дети обетования признаются за семя. Так Бог же обещал Аврааму сына. Разве это не обетование? Здесь нужно быть точным. Обетование же было таково. Сара родит. Оказывается, что как бы на полпути Авраам. И Авраам может что-то. Он способен. Он способен, как мужчина, сделать женщину беременной. И вот оно. Только дети обетования признаются за семя. Практически значит, а я не признаю, Измаил. А я не признаю. И теперь начинается очень сложное. Получается такое. Ты как бы родил, и он на тебя похож, и он тебя папой зовет. И ты в этот проект уже 3 года сил бухнул, и денег кучу бухнул, и уже все люди знают, что это твой проект. А только как бы Бог за этим не стоит. И ты ходишь с этим сыном и ищешь ему пятый угол среди обетований Божьих. И нет этого угла. Не предполагалось его рождение. Поэтому опасность существует. Опасность всегда существует. Поэтому нужно очень скрупулезно, я бы сказал, выверять свое сердце на предмет чистоты мотива, на предмет вот того, Бог ли положил это зернышко в мое сердце. Бог ли стоит за этим? Ведь побуждения, вот эти позывы, вот эти позывы, они очень могут быстро возникать. И как правило, на душевной почве они возникают значительно быстрее, чем на духовной. Потому что душа, она как бы быстро реагирует. Вот душевные люди, не имеющие духа, они такие, как бы вот они все, на поверхности. И здесь же этот человек плачет, и здесь же проклинает, здесь же он благословляет Бога, здесь же проклинает людей, сотворивших по образу. Его настроение меняется, как вот погода у моря. Вот такие есть душевные люди. Он здесь же поклоняется, он здесь же, вот душа вся нараспашку, здесь же так человек вышел, и в обратную сторону. И мне нравится, как Христос объясняет это в Евангелии от Луки, в восьмой главе, где он рассказывает о сеятеле, который бросает семена в почву, и там одна из категорий, вот почвы, которая подразумевает наше с вами сердце. Почва – это сердце, это мы предоставляем для этих зерен свою почву, чтобы эти зерна проросли. И там есть такое определение человеческой почвы, как неглубокая земля. Но земля была неглубока. И вот это зерно быстро взошло, потому что земля была неглубока. Влажность, тепло, солнышко разве взошло? Но так же быстро и засохло. Почему? Потому что не имело корня. Это душевные люди. Они воспламеняются, они на конференциях готовы к горе, переворачивать, они едут, они воодушевленные. И вот эта аура, она так же быстро спадает. По мере того, как улетает самолет с конференции или уезжает машина, ты буквально к вечеру уже и следа не осталось. Ты и не запомнил ничего. И ты уже спишь, и завтра у тебя работа, и все пропало. А есть почва, в которую серьезно запало зерно. И вот когда серьезно запало зерно, и неделя прошла, и вторая. И ты и засыпаешь, и просыпаешься. А оно запало. А оно глубоко запало в сердце. И о таких людях написано, сейчас удивитесь, внимание, о таких людях написано, «К ним приходит сатана», чтобы забрать слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть эти люди представляют потенциальную угрозу для духовного демонического мира. Почему? Потому что запало в сердце. Потому что всерьез зацепило. И если оно в сердце останется, оно вырастет. Любое служение, любой проект, любая задача, которую Бог ставит перед Давидом, перед Александром, перед Степаном, Марией, она должна вырасти. А это значит, она забирает энергию нашего сердца. Как вот женщина, которая принимает семя и беременеет, все, она отдает силы своего организма развитию этой новой жизни. Она теперь живет с учетом этой новой жизни. Она должна выносить эту жизнь, она должна дать эту жизнь. Так точно. Апостол Павел, представьте, как глубоко, духовно и проникновенно Павел объясняет эти процессы. Он говорит, когда ты сеешь что-то, ты сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или там какое-то другое, а Бог дает ему тело. Каждому семени свое тело. Это значит, что в семени заложен будущий злак. Это значит, что в кукурузном вот этом зернышке вырастет кукурузный ствол, в пшеничном зернышке вырастет пшеничный колос. Мы заговорили об апостоле Павле. Что он говорит? Что в семени или в зерне есть будущий злак. Это значит, что миссию или проект какой-то, который Бог хочет, чтобы мы сделали, я делал. Он же меня вовлекает в это дело. Он же хочет, чтобы я стал причастным к его проектам. Разумеется, он берет и это семя бросает в мое сердце. Для кого-то это детское служение, для кого-то это миссия за рубежом, для кого-то это бизнес, какой-то проект, чтобы поддержать какое-то служение. Масса разных проектов. И некоторые из них короткие, некоторые из них огромные, большие. Некоторые это одноразовый поступок, а для некоторых это вообще проект на 10 лет жизни. Таким образом, оно западает серьезно в наш дух, в наше сердце. И оно начинает нас захватывать. И наши мысли, и наши ресурсы, и наше время, и наши мечты, и наши молитвы. И оно начинает разрастаться. У тебя появляется просто способность оценивать эту ситуацию, понимать эту ситуацию, и у тебя появляется способность развивать это дело. И потом, спустя три года или пять лет, вырастает то или другое служение. Так всегда, так со всеми людьми. Передо мной по-прежнему стоит вот эта вот задача, как же себя предоставить вообще Богу для максимальной пользы, для максимального служения. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это на проявление духа на пользу. Это выражение апостола Павла. Я его процитировал дословно. Каждому дается проявление духа на пользу. Еще раз. Каждому дается это не наше, это вообще не наше, это дается проявление, что предполагает, что это не мое проявление, это не мой интеллект, это вообще не мое. Оно дано мне для конкретной ситуации, чтобы проявился Бог, а не человек. Да-да-да, я не ошибся. Это проявление духа Божьего для того, чтобы развязать какую-то ситуацию, какой-то узел. Что это может быть? Это может быть слово знания, это внезапное озарение человека в ответ на конкретную нужду и конкретную ситуацию. Это исключительно духовный момент. Это проявление, повторяюсь, Бога, а не человека. Это удивительно, это сверхъестественно, и это дается для конкретной ситуации. Я вот сторонник такой теории, что вот дары духовные, это не просто вот дал Бог человеку, и дальше неважно, какой образ жизни ведет этот человек, насколько он близок к Богу, слышит он голос Божий, не слышит. Теперь это в его распоряжении. Он может это разумно использовать, неразумно, по воле Божьей, вопреки воле Божьей. Вот я как бы вот эту теорию с трудом понимаю. В моем случае я наоборот понимаю, что когда человек отдаляется от Бога, когда человек теряет связь с Богом, он теряет способность. Вот эту способность, когда дух проявляется через него, когда дается духом слово знания или слово мудрости, или пророчество, или вера, для того, чтобы развязать какую-то ситуацию. Но это мой взгляд. Есть служители, которые по-другому это объясняют. Поэтому я ограничусь исключительно своим пониманием. Для меня это вот так. по мере близости с Богом Господь вот пользуется этим сосудом, как сказал тот же Павел, мы должны быть сосудами в чести, благопотребными, годными, владыки, на всякое доброе дело. Следовательно, вот это один такой подход, когда дух разделяет каждому особо как ему угодно. Это один подход. В этом случае в этом случае ни возраст, ни пол, ни образование, ни интеллект, ни условия, в которых живет человек, Богу не мешают и не содействуют. Напротив, Господь иногда сознательно выбирает ни мудрые, ни мощные, ни знатные, ни униженные и ничего не значащие. Еще раз, пять разных таких вот как бы оттенков представляет Павел не всегда, но часто. И сделано это сознательно. То есть, Бог сознательно, часто выбирает не мудрые, не мощные, то есть слабые, не знатные, никто не знает. Кто это такой? Кто это? Вы знаете, кто это такой? Вот Голиафа убил кто это? Чей он сын? Никто не знает. Униженные и ничего не значащие. Зачем он это делает? Чтобы явить свою славу, чтобы никакая плод не хвалилась перед Богом. Поэтому я хочу повторить это, что такие факторы, как пол, как образование человека, как возраст человека, как интеллект человека, как условия, в которых человек живет, он может жить в странах третьего мира, он может жить в богатой Америке, он может иметь три образования, он может иметь три класса образования. Для Бога это не помеха и не содействие. Он просто, если посуда чистая, Бог ею пользуется и проявляется. Но, но, проявление духовных даров или вот эти духовные проявления восполняют нужные только духовного характера. Но мы понимаем, что жизнь людей заключается не только в их духовной, но и в бытовой сфере жизни. Есть масса нужд, с которыми сталкиваются люди в бытовой жизни. И вот в области восполнения бытовых нужд людей Бог рассчитывает на наши естественные способности, как раз на наше образование, на то, что мы умеем делать, на то, что мы любим делать. Это тоже Богом заложено в нас. Но здесь как раз люди учатся, здесь люди предлагают усилия, здесь люди развивают какое-то дело, совершенствуются в чем-то и так далее. Поэтому вот отличительные особенности человека это его природные способности, это его наклонности, это повышенный интерес к определенному им делу, это его профессия, это его образование, это место, где он живет, это его этническая принадлежность, кто он, если он понимает этот народ, если он любит этот народ, эту культуру, эту историю знает, значит он вот здесь принесет значительно больше пользы. И он понимает этих людей, он любит этих людей, он находит общий язык с этими людьми и так далее. Вот здесь, вот здесь я бы думал, я бы советовал искать наше призвание. Вот это мой взгляд. Вы можете с ним не соглашаться, потому что в первом случае это проявление духа. Это Бог может проявиться через маленькую девочку, как в ситуации с Нейманом. Вот представляете, в историю вошла вот эта биография этого сирийского военачальника благодаря маленькой девочке. Вот маленькая, ну сколько ей может быть? 8 лет, 10 лет, не знаю, 12 лет. Она оказалась в плену у сириян. И вот Бог ее употребил. Вот Бог ее употребил. Никакой проповедник там не был. Маленькая девочка разговаривала с госпожой, женой Неймана, сказала, а вот в Израиле есть великий пророк. Если бы твой господин туда поехал, он бы выздоровел. И Бог употребил ее. Поэтому я и говорю, это еще не призвание. Это просто употребление Богом в отдельных случаях, отдельных людей, одноразово или часто, в том или в другом. А вот призвание, в моем понимании, это связано с чем-то более таким обширным. Это уже как бы поле деятельности человека, с которым он связывает свою сознательную жизнь. Вот он туда наклонился. Он это умеет делать, он это любит делать. Это у него от рождения, с детства. Это доставляет ему радость. Это его, как мы говорим, хлебом не корми. Это вот его. Это мое, говорят люди. И вот мне кажется, что в этой области стоит чуть-чуть остановиться. Дайте мне минут 10 и объясню, что я имею в виду, и мы придем к молитве. Мне особо нравится в этом отношении текст из послания к римлянам. Очень нравится. Больше всего он объясняет вот эту мысль. Послание к римлянам, 12 глава, 7 и 8 стихи. Вот посмотрите, как он здесь грамотно объясняет то, что я пытаюсь объяснить, как он в одном или в двух стихах объясняет апостол Павел. Вот смотри, он говорит, если ты учитель, тогда занимайся учением. То есть все упирается в вопрос, кто ты. Потом твои занятия или твой род деятельности. Если ты увещатель, то есть душепопечитель, вот кто ты, тогда увещевай. Если ты раздаватель, тогда раздавай. И больше ничем другим не надо заниматься. Вот кто ты? Посмотри себе серьезно в глаза, в зеркало и задай вопрос, вообще, а кто я? А кто я? Вот что мое? Что меня характеризует больше всего? Если ты начальник, тогда занимайся администрацией. И если ты благотворитель, тебе позволяют финансы, ты имеешь достаток, ну тогда благотвори с радушием. И нельзя этих людей переставлять местами. Если ты начальник, некоторые говорят, я хочу быть начальником, вы просто не были начальником. Вы просто никогда не были начальником. Если вы сядете в кресло серьезного человека и побудете на его месте, вы убежите оттуда. От той степени нагрузки и ответственности и способности ориентироваться в ситуации, вы только тогда поймете, как это не просто сложно, как это невозможно, если не быть начальником. Поэтому начальник это состояние, это призвание, если хотите. И хорошо, если человек только этим и занимается. А если человек душепопечитель или увещатель, по словам Павла, он не должен идти в администрацию. Он не должен сказать начальнику, давай поменяемся местами на две недельки, ты консультируй людей, а я вот попробую рулить. Те же самые люди, поменявшись местами, сделают столько проблем только потому, что они пошли вопреки тому, кем они являются. Вот я считаю, вот здесь надо застолбить вот эту истину. Кто я во Христе? Есть понятие общих дел, общие, милосердие, добродетели, это имеет отношение ко всем нам. Но если говорить более специфично, более целенаправленно и конкретно, чтобы прожить с той же самой максимальной пользой, это для меня важно. Теперь, последнее, на чем я хочу остановиться, что облегчит наш поиск призвания или нашего места в жизни. я пришел к заключению, что его стоит искать на пересечении трех путей. Если вы образно представите три круга, и в одной точке они все три пересекаются. Вот я понял для себя, что есть три вот таких области или три условия, которые стоит учитывать при поиске своего места вот среди восьми миллиардов людей или в вашем миллионнике или сколько у вас здесь населения. Вот есть же мое место или даже в этой большой общине или в вашем регионе. Вот для меня было бы важно, где мое место. Я пришел к заключению, что нет работы или миссии более важной или менее важной. Есть мое или не мое дело. Вот и все. И мне важно заниматься моим делом. Я готов со всей ответственностью сказать, что я с таким же усердием, с таким же серьезным отношением, буду стоять на дверях, буду вот там стоять за столиком, буду заниматься вот любой другой работой, лишь бы мне знать, что это мое. Это мое. Я повторяю, мне не столь важно, что я делаю, мне важно понимать, для кого я делаю и кто меня здесь поставил. Все, для меня вот это играет роль. И когда мы так относимся к нашему служению, мы перестаем конкурировать, мы перестаем дробить общество, мы перестаем противопоставлять и сравнивать людей, этот более важен, этот менее важен. Эту проблему обнаружил апостол Павел, он сказал, как только нога скажет руке, ты мне не надобна, мы попали в проблему. Бог соразместил все члены тела так, чтобы все одинаково заботились друг о друге, потому что без друг друга нет тела. тело не из одного члена состоит. Так не может быть, но из многих в том и прелесть тела, что Бог соразместил и так поставил, чтобы мы все одинаково заботились друг о друге, а дальше Павел точно сказал, дабы не было разделения в теле. Мы все ценны, у каждого есть своя роль и миссия. И я буквально воспринимаю, что человек, который следит за этой аппаратурой, человек, который следит за светом, в такой же мере ценен, как и я в этом случае. Мы все абсолютно одинаково ценны, просто у каждого есть своя функция в этом теле. И все. И я больше скажу, если я, будучи на сцене и там в медийном пространстве достаточно известным человеком, если я плохо выполняю свою работу, а это знает только Бог, Он измеряет наше усердие, наше отношение к труду, я получу меньше награды, чем человек, который здесь работает, вот просто открывает двери, вытирает вот перила, здесь ставит воду, я со всей ответственностью говорю это. Человек, который выполняет свою работу, менее заметную или вообще незаметную, но выполняет ее на сто процентов, получит большую награду, стопроцентную, в меру своего призвания, чем человек, которого все знали, но он наполовину выполнил свое служение. Ему была дана благодать, ему были даны ресурсы, а он обленился, а он обнаглял. Поэтому у Бога свои весы, он по-другому смотрит на вещи, и чтобы мы не противопоставляли себя друг другу, чтобы никто никого не унижал, чтобы нога не говорила руке, ты мне не нужна, или ты менее важна, чем я, потому что сразу тело начинает делиться, все хотят быть ногой. Бог сразместил на всех так, что каждый ценен, каждый важен на своем участке служения. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, это область нужды. Вот есть нужды, и любая нужда, сейчас возьмите, зуб болит ночью, проснулся человек, у него болит зуб, это его сейчас нужда, номер один. Вот болит именно здесь. И мне кажется, вот у другого болит душа, у третьего какая-то мама разрывается сердце, она не может помочь подростку, а подросток не может найти общий язык с папой. Это область нужды, там боль душевная, физическая, какая разница. Вот мне так почему-то кажется, что сердце Бога всегда направлено туда, где есть нужда, где есть боль. И как только мы идем туда, где есть нужда, разного характера нужда, вот Бог благоволит и подает благодать в область нужды. Иногда мы хотим выбрать лучшие позиции, более легкие позиции, более престижные позиции, заметные позиции, только потому, что они более какие-то привлекательные, мы все искушаемся, соблазняемся на эти позиции, но может быть там нет нужды? Может быть рынок уже переполнен? Может быть уже товара больше, чем спроса на этот товар? И мы пытаемся рекламировать, мы пытаемся дискредитировать других служителей, чтобы выжить самому и потому нет благодати, просто не дается благодать. Поэтому первый вот этот круг, на который я бы обращал внимание, это область нужды. Второй круг, на который я бы обращал внимание, это все-таки отличительные особенности человека, то, что ты умеешь делать больше всего. вот один умеет, он учился на это, скажем, лечить зубы, и он это умеет делать, правда, и он любит свою работу. Огромная нужда в таких людях. Другие люди работают парикмахерской, я помню Стригся у одной, Алина ее зовут у нас в городе, она посещает нашу церковь, и когда мы говорили о том, что профессия человека может быть призванием, это может прославлять Бога, если ты правильно разобрался в жизни, она просто со слезами рассказывала, говорит, я была еще маленькой девочкой, мне только это нравилось делать, всегда, до сих пор, у нее сейчас четверо детей, она говорит, это просто мое, я всегда молюсь за клиента, я всегда с радостью иду на работу, с такой же радостью, как домой иду на работу. Другая женщина, она работает врачом в больнице, в серьезной больнице, она подошла и говорила, я никогда, к сожалению, не слышала проповеди, в которой говорилось бы, что моя профессия может радовать Бога, она просто со слезами пожимала руку и говорила, странно, но это так откликается в моем сердце. Понимаете, в чем парадокс? Получается, что многие люди, которые встают за кафедру, представление о богослужении свели исключительно к проповеди Евангелия, к каким-то отдельным миссионерским проектам, к пению и к молитве. Но 98 или 99 процентов людей в церквях, они никогда не поднимутся на эту сцену, они просто идут на работу. И если правильно посмотреть на эти вопросы, сегодня нет просто времени их освещать, но они в книге очень хорошо освещены. Этика труда, отношение к работодателю, это может быть нашим призванием. Я не сказал, что это всегда призвание, но я сказал, это может быть нашим призванием. Но точно так же и служение пастора не всегда может быть призванием. и это ответственность человека, который встал за эту кафедру и заявил, что он пастор. Следовательно, это вторая область, что я умею делать, что во мне было заложено от моего рождения или еще до моего рождения. Вот мое. И третье, на что тоже стоит обращать внимание, а может даже прежде всего обращать внимание, это таланты. Но здесь пауза. Я попрошу вашего предельного внимания. Я вижу ваше внимание, я за него благодарен, но я хочу здесь кое-что объяснить. Это не таланты в нашем привычном понимании, это вот библейский термин в русском синодальном переводе, он все сбил, можно сказать в определенном смысле, что-то испортил в нашем представлении. Потому что притча о талантах все перепутала в голове, каша возникла. Потому что многие это как бы таланты как способности, талантливый человек. Это просто в русском синодальном переводе так совпало. Но на самом деле талант это мера серебра, это вес серебра или золота. То есть это начальный капитал. Если отталкиваться от смысла притчи, он заключается в следующем. Господин отправляется в дальнюю дорогу, он зовет рабов, у которых ни гроша за душой, у них нет начального капитала, они ничего сами по себе не могут развить, им надо подсобить, помочь, посодействовать. И господин взвешивая способности образования, проворность каждого из них, говорит, тебе дам один талант, то есть начальный капитал, кажется, там 16 килограмм, если я не ошибаюсь, на наше измерение серебра, другому даю пять талантов или там два таланта, то есть два раза больше, ты более проворный, ты сможешь пустить их в оборот, вот где смысл. Это как бы давай, давай, я тебе доверяю, я отдаю это в твое распоряжение, короче, я, я тебе содействую, я хочу участвовать в том, что ты будешь делать, и это будет наш общий проект. Потом я приду, и я хочу получить мое с прибылью. И третьему он дал пять талантов. И вот это я называю Божьим содействием, то есть без этого начального капитала, без этого очевидного божественного содействия, я тоже не хочу заниматься служением. Мне очень важно, чтобы Бог мне содействовал, чтобы Он изначально мне помогал. Я не хочу без Бога. Я помню одного пастора крупной церкви, Ларис Токстилла, мы его приглашали к себе как-то, его отец был пастором и поднял большую церковь, и был очень уважаемым и успешным служителем в Соединенных Штатах. И он говорит, мы сидели за столом, он говорит, знаешь, Александр, когда мой отец умирал, его знает вся Америка, его уважают как пастора, и он говорит, знаешь, когда мой отец умирал, и я с ним беседовал, он говорил мне, в эту ночь я имел встречу с Господом. Отец говорил, сыну своему, Ларри, говорит, я имел встречу с Господом, и я был очень удивлен тому, что сказал мне Господь. Ларри спросил, и что же Господь тебе сказал? Он говорит, Господь сказал мне, что всю свою жизнь ты так много делал для меня, а мне всегда так хотелось это делать вместе с тобой. И это было шоком для этого прекрасного человека. Господь говорит, ты так много делал для меня, а я всегда так хотел это делать вместе с тобой. Это серьезно. Я, Александр, не хочу ничего делать без Господа. Не хочу. мне принципиально важно, чтобы Бог мне содействовал. Мне унизительно, мне стыдно, мне неприятно делать то, где я не вижу Божьего содействия. И я не хочу это делать. Я вчера говорил, если оно Богу не нужно, мне оно сто раз не нужно. Я не хочу ни людей не обманывать, ни себя не обманывать, потому что я все равно в один день буду стоять перед Богом и что? Ты все равно лбом упрешься в правду. Так или иначе. Так лучше сегодня иметь дело с правдой. Поэтому для меня важно Божье содействие. Вот этот самый начальный капитал, что Бог благоволит, что Он вместе со мной это делает. И я предложу вам один только текст и мы закончим. Их много на самом деле интересных текстов, я об этом пишу в своей книге, но один только текст книга Неемии 2, 7, 9. Вторая глава 7 по 9 стихи. И вот вы знаете эту историю с Неемией, короткое как бы предисловие к тому, что я сейчас прочту. Ситуация такая, они находятся в пленении, в Вавилонском пленении, Иерусалим разрушен, ворота сожжены огнем, стена разрушена частями, все здоровые мужчины, все работоспособные люди, молодые семьи уведены в плен или убиты, которые оказывали оппозицию Вавилонскому царю. А остались в городе коллеги, старики, никому не нужные, там набегают всякие племена, грабят их, добивают, унижают. И никому этот город не нужен, он в запустении он разорен. Неемия, хорошо пристроился на новой земле в Вавилоне, он возле царя, уже лучше не придумаешь. И он работает виночерпием, он носит чашу с вином царю. Вот это его работа. И он доволен, он благодарен Богу. И в очередной раз он встречается с людьми, которые пришли из Иерусалима. И спрашивает, как и мы всегда спрашиваем, ну как там у наших, как дела там? Те рассказывают, а как дела? Плохо дела. Плохи. Жалкое зрелище. Ворота сожжены, стена разрушена. Жалко смотреть на этих людей, нищенствует. Все их обижают. И Неемия говорит, я сел и просто так мне было больно. И понятно, наше, родное, близкое, эти улицы, где мы жили, может кто-то из родственников там остался, знакомых, друзей. Но, как мы все живем и понимаем, мы много поменять не можем. Так определил Бог, ну что ты попрешь против определения. Но в этом случае печаль не проходит. День, второй, не проходит, третий, не проходит, и не проходит. И оно засело, как мы говорим. Вот запало и все. И не отпускает, и защемило. И защемило, и не отпускает. И человек уже сам запереживал, думает, завтра надо царю подавать чашу. Как бы он не прочитал на моем лице неправильные вот эти мышцы, как бы он не смутился от моего вот этого заплаканного вида, от этих мешков под глазами, так он смутился, собрался, пытается улыбаться. А царь заметил. Царь заметил, говорит, слушай, а что такое? Расскажи мне. Знаете, вот как нарыв, как у человека вот нарыв, он держится, он пытается улыбаться, а в нем там боль. И нееме вот все вылил. И вот он все вылил. Как мне не быть печальным? Город гробов, моих отцов, мои потомки, мое наследство, мое детство, все обетования, моя вера, мой храм. Как мне не быть печальным? И он все это вылил. Будь, что будет, да. И когда он все это вылил, царь говорит, что я могу сделать для тебя? Вот мы сейчас говорим о Божьем содействии. Смотри, мы говорим о Божьем содействии, да. как оно важно. Иногда мы на коленях ползаем перед этими людьми, иногда мы их умоляем, самим уже стыдно за такую степень унижения. А в этом случае царь говорит, что я могу сделать для тебя? Ого! Первое лицо самой большой империи говорит, что я могу сделать для тебя? В принципе, тот же царь, те же цари, которые все это разрушили, вдруг поменяли, вот что-то поменялось в них, говорят, как мы можем помочь. И вот здесь Неемия уже сам в своей автобиографической книге пишет и говорит, я сказал царю, если тебе благоугодно, то дал бы ты мне письма к заречным областеначальникам, то есть там за рекой твои же начальники, они же меня и остановят, толку с того, что я туда пойду, даже если мое сердце рвется, вот дай мне документы, пусть меня везде пропустят, чтобы они давали мне пропуск, пока я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, вот он здесь уже набирается смелости, говорит, кстати, дай мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и, ну, и для дома, в котором мне бы жить, мне тоже негде жить, и дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И дал мне царь. Почему? Потому что благодеющая рука Бога моего была надо мною. Это очень важно. некоторые люди просто так много энергии тратят, так много бьются в стену. Как хочется, чтобы благодеющая рука Бога моего была надо мною. Мне бы хотелось помолиться сейчас за всех людей, которых интересует воля Божья, за всех людей, которые составляют его прекрасную церковь, за всех людей, которые уверовали и за всех людей, которым мне все равно, как они проживут жизнь, куда они будут инвестировать свое время, чему они учили, что они умеют делать. Советую вам вот эту детскую искренность, детскую простоту и постоянство. Господи, не хочу остановиться в этом поиске. Покажи мне мое место. Я буду готов на любые перемены в жизни, но я хочу быть на своем месте, где не надо никому ничего доказывать, где не надо кривляться, где не надо делать вид, где просто я могу сам себя уважать и быть максимально полезным людям. Как мне хочется помолиться такой молитвой, как мне хочется, чтобы люди находились на своих местах и приносили плод Богу и сами радовались. Аминь. Давайте встанем на ноги. Может быть к вам сегодня говорил Господь по-особенному, может быть ваша душа сегодня просто слышала, как Дух Святой разговаривал с вами, может быть вы знаете свое место и свое служение, но вы подустали и вы где-то надломались, или вас сбили люди, или вам много били по рукам и вы ааа сказали, махнули рукой, но вы точно знаете, что это ваше место и что вас туда поставил Господь. А может быть вы много лет пробуете себя найти, у вас это не получается, вы хотите себя применить, но у вас это не получается. Если сегодня просто Господь говорил с вашим сердцем, я не сказал я говорил, я сказал Господь говорил с вашим сердцем, и вы всерьез хотите совершить эту молитву. Я не спрашивал разрешения у пастора Виктора, но я думаю, он не против. Вы можете выйти наперед, просто пусть это будет знаком того, что со мной сегодня говорил Господь. Я хочу всерьез помолиться, я хочу всерьез просто сказать Богу, вот я, я согласен, я согласен, но жизнь проходит, я хочу ее применить и прожить с максимальной пользой, Господь. Господь, я благодарю Тебя за всех этих людей, я благодарю Тебя за Твое присутствие, я благодарю Тебя, что в свое время Ты открылся каждому из этих людей, я благодарю Тебя, что Святым Духом Ты сегодня разбудил нас, и Ты и раньше стучал в наши сердца, но я вижу, как Ты сегодня работал над нашими сердцами, как осторожно, внимательно, Господь, с терпением Ты просто излагал нам свое сердце, Господь, я молюсь сегодня, вместе со всеми этими мужчинами и женщинами, Господь, мы нуждаемся в сверхъестественном Твоем содействии, мы каждый хотим услышать вот тот самый голос, иди на полдень, Господь, покажи направление, пусть станет ясным, пусть станет понятным в Духе, куда мне идти, куда направить свое внимание, куда направить свои молитвы, дай мужество моим стопам, чтобы я не колебался, что я мог бы встать и пойти, как бы это не выглядело радикально или нелогично даже, Господь, я знаю, что любой человек, который рисковал идти за Тобой, там было немного логики, но все, кто доверялся Твоему голосу, все, кто вопреки всякой молве и мнению людей, которые просто пошли за голосом сердца, выверяя свои мотивы, они благословили мир прекрасными достижениями, они возвеличили Тебя и прославили Тебя, Господь. И я верю, что если у кого-то на земле есть шансы действительно прожить жизнь с максимальной пользой, то эти шансы у церкви, а не у людей, которые чтят Тебя, которые не просто чисто любивы и кому-то что-то доказывают или амбициозны, но люди, которые это делают ради Тебя, ради того, чтобы порадовать Тебя, ради того, чтобы благословить Твое имя, ради того, чтобы услышать вот это Твое обратное хорошо, добрый и верный раб хорошо, я Тобой доволен. Вот ради этого, Господь, вот исключительно ради этого, вот только ради этого, Господь, услышать хорошо, добрый и верный раб хорошо, весьма хорошо, вот только ради этого, Господь, я не желаю никому ничего доказывать, я не желаю ни с кем, ни в чем соревноваться, Господь, я хочу быть тем, кем Ты меня сотворил, я благословляю всех этих людей, никому ничего не доказывать, мы ходим перед Тобой, ибо Ты сотворил нас, мы носим образ Твой в себе, мы хотим находиться исключительно на своем месте, пусть это будет маленькое дело, большое дело, лишь бы мы делали то, к чему Ты нас призвал, благослови всех этих людей, быть помощью в своих поместных церквях, не бояться закатывать рукава, идти в область нужды, где есть боль, где есть вопросы, просто брать на себя риск, брать вызов, принимать этот вызов, я благословляю их во имя Господа Иисуса Христа, доверяться Твоему голосу, как Ты свидетельствуешь их сердце, и принести много плода, я благословляю это семя, которое упало и запало в щелочки их душ, когда мы пойдем домой, когда закончатся эти дни конференции, когда пройдет неделя, вторая, я благословляю это семя, которое запало в самую душу, не просто эмоции, но глубоко в дух запало, я благословляю, чтобы оно было сбережено, сохранено, чтобы спустя годы, может быть пять лет, может быть десять, может быть двадцать, человек мог сказать, в тот день, в Екатеринбурге, Бог говорил со мной, в тот день я открыл Ему свое сердце, и я присягал Ему на верность, да будет так, Господь, всякое Твое семя, всякое Твое слово, всякое Твое откровение, да найдет место в нашем сердце, да вытесним мы всякие другие идеи и планы, которые заглушают это семя, Господь, всякие идолы, всякие увлечения и пристрастия наши, да померкнут они на фоне того, к чему Ты нас призываешь, ради чего вообще мы пришли в этот мир, Господь, мы хотим с Тобой, именно с Тобой, совершать важную и нужную работу, доколе Ты придешь, на это я благословляю этих людей, от Твоего лица, дорогой Господь, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Тебе и только Тебе да будет вся слава, Отец, Сын и Святой Дух, все вместе скажем Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok